Памятник самодержцу Памятник самодержца А поставить памятник здесь На основании эскизной работы Того же самого замечательного скульптора Павла Павла Трубцкого Этот памятник также участвовал в конкурсе Он тогда в конкурсе Не победил Но макет его остался Уже в этом году монумент украсит Внутренний двор Гатчинского дворца Пока же собравшиеся торжественно Открыли закладной камень В основании будущего памятника От идеи установки памятников в парке Отказались изначально Дабы не нарушать исторический ландшафт Разговоры о том, чтобы поставить памятник Александру Третьему начались еще в начале 90-х И вот по мере того, как мы начали Реставрировать арсенальная кара Мы поняли, что это место, этот дом Дом императора именно и должен Заключить в себе или принять Памятник Александру Третьему Главное условие конкурса Максимально точно следовать Архитектурным традициям Самого Павла Трубецкого Памятник необходимо было создать На основе нереализованного проекта Скульптора, изобразившего императора Сидящим на троне Вместо него в 1909 году Была открыта конная скульптура Императора Александра Третьего Это еще один проект Павла Трубецкого В наши дни этот монумент располагается в парадном дворе Мраморного дворца в Санкт-Петербурге Сначала говорилось, ну поставим памятник Александру Третьему Вот уже стоит, вот стоит русский музей Мраморного дворца Давайте заберем и начинались обычные Награбленные, как у нас все время происходят Эти реституционные вещи Думала прекрасная идея, кстати сказать Как раз изгадчина, исходящая музейная Что вот есть, был конкурс и был другой эскиз Трубецкого И вот давайте его положим в основу Думаю, что она была прекрасно придумана Это хорошо и для Трубецкого Потому что такой, скажем, несправедливый образ Александра Третьего Его создавали там революционеры Но он не очень перекликался с памятником Который сделал Трубецкой, тем большим А вот этот другой, очень человечный В итоге лучше была признана работа Выпускника Российской Академии Художеств Владимира Бродарского Трехметровую скульптуру императора из бронзы Он сейчас доделывает в мастерской в Смоленске Существует очень много репродукций На основе чего я вдохновлялся Но также это, естественно, Трубецкой Это его главный памятник Александру Третьему Ну и портреты Потому что существует портрет Баха Вот, и есть еще портрет Марка Матвеевича Атакольского Также новый, естественно, Трубецкой С его экспрессивной пластикой Там же в Гатчине была открыта и новая постоянная экспозиция Сразу два интерактивных зала Посвящены детям императора Александра Третьего Почти все предметы можно потрогать На входе всем желающим предлагают маршрутные листы С игровыми заданиями из учебников императорских детей Например, можно попробовать повторить стишок на французском Или нарисовать модель хижины Которую когда-то изобразил младший сын императора Мы можем научиться вольтажировке Верховая езда Которую как раз царские дети обучались И очень любили лошадей И катались на них Вот, можно будет научиться На коврике есть несколько упражнений Которые можно будет повторить Еще в одном зале воссоздан кабинет великого князя Михаила Александровича Младшего сына Александра Третьего И брата Николая Второго Среди экспонатов его подлинные вещи Статуэтка медведя, саквояж и этажерка Многие вещи напоминают об увлечениях и интересах великого князя Вы видите как раз фотоаппарат Рядом фотоувеличитель Он занимался фотографией Здесь была собственная фотолаборатория А позднее он возил уже пленки и стеклянные негативы На проявку в фирму Кодек Для Александра Третьего и его семьи Гатчина была не просто царской резиденцией Она была домом Дискуссии об установке здесь памятника императору Велись еще с начала 90-х И только теперь в них поставлена точка Служба информации Российского исторического общества Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова